Всем привет, это FreeStudio21.com. И вдогонку к теме запятой с relative clauses, и в частности defining non-defining relative clauses, я решила сделать примеры на употребление запятой с такими предложениями, ибо были вопросы, и оно не мудрено, тема достаточно такая заковыристая. Итак, это упражнение из Roundup Grammar 6, New Edition, и первое упражнение, нам надо дополнить предложение, ну и, естественно, поставить запятую там, где мы считаем это нужным. Итак, первое за нас подумали. Do you know the name of the beautiful restaurant which, или that, Pamela ate at when she was in London? Здесь у нас defining relative clause, ситуация, когда мы не можем выбросить из предложения наше уточнение. Знаешь ли ты название красивого ресторана, в котором была Pamela, когда она была в Лондоне? То есть, если мы выбросим, в котором была Pamela, у нас не получится предложение, у нас будет какая-то ерунда, и поэтому запятых здесь мы не ставим, то есть вот эти вот места останутся у нас свободными, здесь ничего не будет стоять, только потому, что это defining relative clause, и это тот случай, когда, как говорится, из песни слова не выкинешь. В таких случаях запятая не ставится. Далее второе. В принципе, прекрасное предложение. Оно может существовать без всяких вставок, и поэтому это, скорее всего, non-defining relative clause, и поэтому здесь мы будем иметь запятые, поскольку если мы чего-нибудь поставим после village, это будет абсолютно в одной элемент, без которого предложение существует. Итак, что мы здесь поставим? Alan Works нам не подходит. Pamela у нас уже была. You recommend Frank lives in a tiny village. Frank живет в крошечной деревне, почему бы и нет? Да, пожалуй, скорее всего, это Frank. И здесь запятая, дальше ставим where Frank lives. И вторая запятая. Вот у нас одна, вот у нас вторая. Почему? У нас в одной элемент. Можно ли было вместо where поставить другое слово? Можно. Можно было бы сказать in which Frank lives. Тоже было бы прекрасно. Едем дальше третье. What's the name of the film? И дальше чего-то. Здесь у нас явно defining relative clause, хотя бы потому, что если мы оставим все как есть, у нас будет не совсем понятно, о чем идет речь. Как называется фильм? Какой фильм? Что за фильм? Ничего не понимаю. Итак, смотрим, что бы у нас за уточнение можно было поставить. You recommended, наверное. Ага, вот тут еще фильм. You recommended a film to me. Поэтому здесь можно опять поставить which slash that. Можно that, можно which, без разницы. И далее. You recommended to me. Обращаем внимание, что слово film мы не ставим. Почему? Потому что вот оно у нас уже стоит. И никаких запятых. Почему? Потому что у нас defining relative clause. То есть, то же самое, что в первом. Когда у нас придаточное предложение является неотъемлемой частью предложения, нельзя его выбросить. И поэтому запятых не ставим. Далее четвертое. The closest shop чего-то там is in Main Street. Предложение вполне себе самостоятельное. Оно спокойно могло бы существовать как есть. Без всяких вставок, без всяких вводных элементов. Поэтому это уже как бы намекает, что у нас будут запятые. Поэтому я смело ставлю запятую. А теперь посмотрю, что у нас есть. Ellen works in a... Ага, вот оно. Ellen works in a closest shop in Main Street. Аккуратно то, что нам нужно. Поэтому, поскольку у нас место действия, мы ставим where. А далее Elle или Ellen works. И далее вторая запятая. In Main Street у нас уже есть. Closest shop у нас уже есть. Поэтому эти слова отсюда вылетают. И вот у нас такой вот вводной элемент. А дальше пятое. Kim is delighted. She won the talent competition. И дальше что-то еще. В принципе, если мы оставим это как есть, можно даже одно предложение сделать. Kim is delighted because she won the talent competition. И точку поставит. Прекрасное предложение. Почему бы и нет? Но у нас должно быть уточнение. Смотрим, что у нас осталось. Итак, у нас Pamela in a restaurant. Это нам не подходит. Это уже было. Парсел нам не в тему. И осталось. Ага. Kim entered the talent competition. Итак. Kim вступила или записалась на соревнование. То есть, она выиграла соревнование, на которое она предварительно записалась. Поэтому здесь это тоже вводной элемент. Он уточняет слово competition. Точнее, talent competition. То есть, здесь все то же самое, что в четвертом. Вводной элемент. И мы говорим which she entered. Вот такая вот техника. То есть, нам надо определиться, может ли существовать предложение без нашего уточнения. Если оно может существовать и его смысл не поменяется с уточнением или без него, значит, можно ставить запятые. Ну, здесь вторая точка только потому, что, естественно, предложение у меня закончилось. Далее, шестое. The address чего-то там is wrong. Адрес неправильный. Ну, как сказать? Ну, в принципе, такое предложение, конечно, может быть. Но, ну, какое-то такое непонятное. Ну, о чем идет речь? Непонятно, о чем идет речь. Нужен какой-то контекст. И вот если у меня ситуация, когда у меня нужный контекст, нужно уточнение в предложении, это верный признак того, что если я поставлю в одно предложение, запятые мне будут не нужны. Потому что иначе предложение теряет смысл. Итак, у меня осталось всего ничего, только одна, кем у меня уже использована. И осталось you send the person to the wrong address. Поэтому the address и далее where you send the person, адрес, на который ты отослала посылку, is wrong. И как бы нам не хотелось здесь поставить запятые, здесь они не нужны. Вот такое вот упражнение. Вроде бы все просто и легко. Здесь важно очень внимательно читать предложение. Здесь важен, скажем так, аналитический момент. То есть, важно подумать, остановиться и просто подумать, что меняется, если я поставлю уточнение. Если, в принципе, смысл никак не меняется, значит, я могу ставить запятые. Если смысл будет меняться, тогда другое дело, запятые мне не нужны. Далее еще любопытное упражнение сорок четвертое. Ибо, по сути, здесь уже даже запятые за нас подумали, поставили, но здесь надо объяснить значение предложений. Возьмем первое, и сейчас мы увидим. Это именно тот чекотливый момент, о котором обычно не любят говорить. И я сама не люблю это объяснять, потому что, ну уж больно это как-то так странно все. Ну, судите сами. Мальчики в моем классе, которым понравился фильм, посмотрели его снова. И второе предложение. Мальчики в моем классе, которым понравился фильм, посмотрели его снова. Какая разница? Да никакой разницы вроде бы нет. Но в первом случае запятых нет, а во втором случае они есть. И здесь за нас подумали и объяснили нам ситуацию. В первом предложении речь идет о ситуации, когда у нас только некоторые мальчики, only some boys in my class, то есть избранные, скажем так, посмотрели фильм, только те, которым он понравился. Все остальные не смотрели. А во втором случае все мальчики в классе all the boys посмотрели фильм. Просто у нас уточнение, что мальчикам он понравился. Кроме того, что они его посмотрели, он им еще понравился. Вот такая вот дополнительная информация, не более того. То есть это, в принципе, перекликается с предыдущим упражнением, где мы видели, что если у нас стоит дополнительная информация какая-то, которая как бы не очень сильно влияет на наш смысл, значит, мы можем ставить запятые. Вот это вот и есть продолжение. Теперь посмотрим, что у нас дальше. Возители, которые стали участниками или были участниками аварии или ДТП, должны были явиться в суд. Водители. Дальше у нас, по идее, должна быть запятая, но ее нет. Вторая запятая, по идее, должна быть здесь. Вот это вот вводное. Это defining relative clause. И это нам показывает на тот, что только участники ДТП, то есть не все водители, которые там присутствовали, а только участники ДТП должны были явиться в суд. Далее во втором. Дальше у нас получается, что все водители должны были прийти в суд, но кроме этого они были еще участниками аварии. Но то, что они были участниками аварии, это второстепенный факт, скажем так. Тут самое главное, речь идет вообще о водителях. То есть, если в первом случае у нас, скажем так, вводной элемент у нас определяет, по сути, всю мысль в предложении, но во втором случае он несет абсолютно второстепенную функцию, ну, просто немножко уточняет чего-то. Ну, не более того, выбросили бы и таки, ничего страшного бы не случилось. Далее третье. Рестораны, в которые они ходят, наиболее дорогие или самые дорогие. Опять, у нас нет запятых. По идее, они должны были быть вот здесь. И which they go to – это вводной элемент. Но вот это как раз и определяет всю суть предложения. Весь изюм находится именно вот здесь. То есть, иными словами, они ходят только в дорогие рестораны. Можно было бы иначе сказать это так. They only go to expensive или to the most expensive restaurants. Или to the most expensive restaurants only. То есть, вот это only, в принципе, могло стоять и в конце фразы тоже. То есть, здесь мы подчеркиваем исключительность. Ну, не знаю, может, они просто снобы, а может быть, они богатые люди. Итак, во втором предложении другая ситуация. У меня уже стоит две запятые. И the restaurants which they go to are the most expensive. То есть, всё то же самое. Но здесь у меня ситуация, когда они просто ходят в самые дорогие рестораны. И все рестораны, в которые они ходят, являются дорогими. Может, просто в городе нет других ресторанов. Ну, мало ли. Здесь уже речь идёт не так о них, как о ресторанах. Здесь вот главный герой предложения. И вот о чём в основном. То есть, просто рестораны самые дорогие. А потом ещё уточнение, что вот они туда ходят. То есть, мы переключаем, как бы, своё внимание с них на рестораны. Можно было бы иначе сказать, что all the restaurants are expensive. Я бы добавила, наверное, ещё место действия для интереса. Просто для уточнения. И они туда ходят. They go there. Вот таким образом. Далее четвёртое. Немецкие студенты, которых я встретила на вечеринке у Джилл, повстречались мне прошлым вечером. У нас запятые вот здесь. Опять же, здесь ситуация, что я их всех и встретила. Как бы так вот. То есть, здесь all Germans. Или all students. А во втором варианте. Всё то же самое, но здесь только те немецкие студенты, которых я встретила на вечеринке у Джилл. Здесь я показываю исключительность. И далее последнее. My new CDs, which he borrowed last week, were ruined. Мои новые диски, которые он брал на прошлой неделе, были поломаны или поломались. У нас запятые. То есть, все мои новые диски поломались. Да, уточнение ещё, что он вообще-то их брал на прошлой неделе. Так что, возможно, они поломались как раз по этой причине. Но это не так важно. Важно, что они поломались. Здесь акцент делается на дисках, на new CDs и на were ruined. Это самое главное. Можно сказать, all new CDs ruined are ruined. А вот в последнем предложении, My new CDs, which he borrowed last week, were ruined. Значит, мы покажем, что мы здесь чуть ли не прямо его обвиняем в том, что вот из-за того, что он их взял, вот поэтому они и поломались. Все мои диски, которые он брал, новые, они поломались. Возможно, старые, которые он брал, не поломались, а новые поломались. Вот так вот. То есть, здесь получается, что мы его чуть ли не обвиняем в том, что вот из-за его небрежного использования они, значит, поломались. Вот такая вот, если угодно, игра в наперсток. С одной стороны, не покидает ощущение, что это какой-то обман зрения, то есть поставили запятые, одно дело не поставили, запятые другое дело. Но суть тут в чем? Что в принципе мы выражаем одно и то же, но при этом мы немножко смещаем акценты. Запятая позволяет нам смещать акценты в предложении. Да, месседж у нас по сути один и тот же, но мы смещаем акценты. И если у нас запятая, мы как бы обобщаем. И речь будет идти в основном о том, что спереди предложение стоит. То есть у нас правит бал наше подлежащее. Оно самое главное. О нем речь, на него надо обращать внимание. Все, что там уточняется в запятых, да, это, конечно, интересно, но это не суть важно. А в случае, когда мы не ставим запятые, у нас получается важно уже не только подлежащее, но также, что его уточняет. Более того, что уточнять может быть даже, ну если угодно, даже главнее моего подлежащего. В этом-то вся суть. Поэтому если я хочу что-то выделить, мне нужно не ставить запятые. Здесь просто задача от обратного получается. Это немножко непривычно и необычно. Мы привыкли, что мы выделяем нечто с запятыми, а здесь получается мы не выделяем. И при этом для того, чтобы не выделять, нам приходится ставить запятую. Вот такая вот задача. Но именно поэтому вот эти defining and non-defining relative clauses, они их не любят говорить в плане использования запятой, потому что иначе можно запутаться. Но здесь еще нужно понимать одну вещь, что этот случай, это частный случай. Если мы посмотрим на предыдущее упражнение, у нас такого не было нигде. То есть у нас все лежало на поверхности, никаких проблем. Здесь в чем еще прикол? В том, что эти предложения уточняют подлежащие. И вот по сути это классификация, они классифицируют его. То есть при этом не какой попало предмет, а именно подлежащее. Это очень важно. Вот такая вот иллюстрация. Надеюсь, кому-то это было helpful, как говорится. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео. Напоминаю, что это и упражнение из учебника Roundup Grammar 6, он красного цвета, New Edition. Ссылка на теорию по теме в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok